Возрождение, бикалиберное РСЗО будущего. 28 февраля 2024 года Министерство обороны Российской Федерации выложило видеоролик, на котором впервые продемонстрирована новейшая реактивная система залпового огня Возрождения, которая изготавливается на предприятии АПК в Тульской области. Ролик был обнародован по случаю визита на оборонные предприятия в регионе министра обороны РФ Сергея Шойгу. На кадрах можно заметить пусковую установку бикалиберной системе уже выпаленную в металле. По утверждению производителя, новая установка является бикалиберной, так как сможет вести огонь 122-мм реактивными снарядами от системы ГРАД и термобарическими боеприпасами тяжелых огнеметных систем Солнцебег, тосочка калибра 220 мм. Известно, что боевая машина РСЗО Возрождения создана на базе инженерной системы дистанционного минирования земледелия. Судя по информации из открытых источников, особенность Возрождения в том, что пусковая установка будет перезаряжаться не по одной ракете, а сразу целым пусковым контейнером. Как в американских Хаймерсах и МЛРС М270. Кроме того, система сможет использовать боеприпасы различных типов и калибров, поэтому специалисты называют ее бикалиберной. Например, Возрождение, как заявлено, сможет вести огонь 122-мм реактивными снарядами системы дистанционного минирования земледелия РСЗО ГРАД, а также 220-мм ракетами РСЗО УРАГАН и боеприпасами тяжелых огнеметных систем ТОС-1 АСОН ЦЕПЕК и ТОС-2 ТОСОЧКА. Применение 220-мм снарядов достигается за счет использования унифицированных транспортно-пусковых контейнеров. Следовательно, новая система будет сочетать в себе элементы классической ракетной системы залпового огня и тяжелой огнеметной системы. Фактически, если серийное производство действительно удастся наладить, российские войска получат очень универсальную пусковую установку, которая сможет и наносить удары по позициям противника и блокировать передвижение войск установкой минных полей. Правда, вызывает серьезное сомнение процесс массового изготовления транспортно-пусковых контейнеров, а также адаптация их под эту новейшую систему залпового огня. Хотя, как говорится, это уже совсем другая история.